Всем добрый вечер. Тем, кто будет смотреть записи, может быть, доброе утро, может быть, добрые ночи. Но в любом случае мы продолжаем нашу работу. Сегодня я прочту вам лекцию, обобщающую первый том «Капитала». Основные темы мы рассмотрели, хотя несколько неполно. А сейчас к нашей теме. Я ее обозначил как итоговую лекцию, итоговый разговор о первом томе «Капитала» с акцентом на том, что выдержало проверку временем, а что оказалось устаревшим и требует существенного пересмотра, а может быть, и критического преодоления. Такая постановка вопроса является достаточно закономерной, и Бузгалин с Калгановым далеко не первые, кто ее поставили. Если вас заинтересует более развернутый ответ на вопрос, что устарело, что выдержало проверку временем в «Капитале», в частности, в первом томе, вы можете прочитать предисловие к любому из изданий «Глобального капитала», начиная с третьего. Это предисловие воспроизводится или введение, я уже не помню. Но вы легко его найдете. А сейчас какие-то ключевые пункты. Итак, я напомню, что начинали наш разговор с метода, который непосредственно самим Марксом провозглашен и реализован прямо, четко, неоднозначно, неусмысленно, как диалектический метод. Метод исследующий противоречия и метод восхождения от абстрактного к конкретному, предполагающий диалектическое единство исторического и логического. Если первое, акцент на том, что метод диалектический не вызывает сомнений у марксистов, то второе, то, что это восхождение от абстрактного к конкретному, а не что-то иное, что здесь есть диалектическое, но единство исторического и логического, подвергается критике. Поэтому мы, прежде всего, зафиксируем вот эту проблему открытости дискуссии по методу капитал. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что Маркс исследует в капитале процесс либо функционирования развитого капитализма, вариант трактовки в работах Тронева, Вазюлина, ряда других исследователей, либо генезис и становление, и развитие капитализма, и историческое, и логическое, как это показывают Ильенков, Хессин и их последователи. В любом случае, это либо развитие, становление и развитие капитализма, либо функционирование развитого целого. Но Маркс не рассматривает проблемы попятного исторического движения, регресса, деградации, отмирания капитализма. Между тем, это тема, которая становится особенно актуальной в современных условиях, в условиях, когда капитализм переживает эпоху заката, вступает в стадию так называемого позднего капитализма. И в данном случае мы можем прямо сказать, что в любом варианте диалектика Маркса, то есть при любом понимании, как бы она ни была понята, диалектика капитала, так как она представлена в этом труде, в первом томе, требует дополнения, требует дополнения по пятной диалектике, выражения Людмилы Булавки, требует дополнения методом, исследующим, раскрывающим диалектику регресса. Вот это первый момент, который я хотел бы подчеркнуть. Эта диалектика показана в современных работах. Кроме самого себя любимого, моего лучшего друга Андрея Колганова, я могу сослаться на работы «Словое Жижико», где об этом говорится, но не слишком раскрывается. Тезис о пятной диалектике, о регрессе, об отступлении, постулируется, описывается кое-каких деталях, но не раскрывается. С другой стороны, далеко не только в 21 веке заговорили о регрессе, но и в работах Маркса, в работах Ленина, в связи с политическими процессами или политико-экономическими процессами. Проблема отступления, давайте процитируем в данном случае Маркса и Ленина, рассматривалась. Рассматривалась с Лениным в работах о новой экономической политике, рассматривалась с Марксом в связи с реставрационными процессами во Франции. Так что нельзя сказать, что Маркс не исследует этот вопрос, Ленин не исследует этот вопрос, этот вопрос регресса новый для марксистов. Он известен. Но я еще раз говорю, непосредственно он стоит в связи с закатом капитализма. Вот здесь очень важное новое дополнение, новое по отношению к капиталу, но уже прописанное во многих работах, в частности Эрнеста Мандала, понимание современной эпохи как позднего капитализма. Мы с Колгановым трактуем поздний капитализм, опираясь на работы наших учителей, как такой этап в развитии капиталистического способа производства, на котором прогресс производительных сил, накопление капитала может осуществляться только за счет привнесения в ткань капиталистических отношений элементов будущего социалистического общества. Только за счет самоотрицания капитал может осуществлять процесс накопления и прогрессировать производительные силы. Только за счет развития элементов регулирования, непосредственно общественного регулирования экономики. Только за счет развития общественной собственности, только за счет развития процессов перераспределения прибавочной стоимости в пользу граждан и так далее и тому подобное. Вот этот компонент мы постоянно будем иметь в виду. Но сам по себе метод восхождения от абстрактов к конкретному, на мой взгляд, не устарел, равно как и диалектика исторического и логического, примером чего является капитал. На эту тему Андрей Иванович Калганов при некотором участии вашего покорного слуги написал очень интересный текст о исследовании позднего капитализма на основе метода восхождения от абстрактного к конкретному. Он опубликован в Вестнике Московского университета серии экономика и в предисловии то ли к четвертому, то ли к пятому изданию глобального капитала. Поэтому здесь мы поставим многоточие и покажем, что же изменилось в содержании капиталистических производственных отношений, а в чем они остались прежними. Начнем, естественно, с товара. С чего начинает Маркс, с того же начнем и мы. Напомню, что мы определили товар как феномен, который включает два противоположных качества – стоимость и потребительную стоимость. Стоимость – это овечненный в товаре абстрактный труд. Соответственно, абстрактный труд – это труд в единстве всех его видов. Труд как универсальная человеческая деятельность, создающая богатство. Но здесь требуется оговорка. Абстрактный труд – это труд товаропроизводителя, труд обособленного лица. И только такой труд становится создателем стоимости. Как пишет Маркс, только продукты частных обособленных работ становятся товарами. Соответственно, вот такой нейрализованный, представленный в единстве всех его видов труд обособленных товаропроизводителей, выражаясь языком Ильенкова, конкретно всеобщая труда особых обособленных товаропроизводителей, предстает как абстрактный труд. Его противоположность – это частный конкретный труд. Соответственно, противоречие общественного абстрактного труда и частного конкретного труда составляет основу товарного производства. А, соответственно, основой того и другого полюса в содержании труда становится обособленность товаропроизводителей и общественное разделение труда. Мы с вами это подробно рассматривали, но повторить это я счел возможным и необходимым. Почему? Потому что в современных условиях капитализм остается капитализмом, остается рыночной экономикой, если использовать современные термины, только в той мере, в какой сохраняется это единство двух полюсов – обособленность товаропроизводителей и общественное разделение труда. В той мере, в какой обособленность производителей подрывается или сворачивается общественное разделение труда, отношения позднего капитализма изменяются по сравнению с классическим капитализмом, охарактеризованным в капитале Маркса. Происходят ли такие изменения? Давайте посмотрим на реальность. Да, происходит. Более того, задолго до работ современных политэкономов в знаменитой книге Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» было сказано, что товарное производство, конкуренция, независимость производителей друг от друга царят, но уже подорваны. Ленин пишет о подрыве товарного производства, в частности обособленности независимости товаропроизводителей, в связи с появлением феномена монополии. Это не абсолютная монополия, как она трактуется в современных учебниках экономикса. Это система, при которой крупнейшие корпорации, используем современный термин, способны регулировать рынок, более того, производство, экономику в определенных пределах. В условиях монополистического капитализма на всех этапах его развития, начиная с XX века, крупные корпорации обладают возможностью, способностью частично, локально, неполно регулировать экономическую систему, манипулировать другими акторами, другими агентами рыночной экономики. Здесь происходит частичное ограничение, подрыв обособленности производителей. В этом смысле мы находимся, мы вот в условиях позднего капитализма, находимся в условиях мира, где отчасти не действует принцип обособленности отдельных производителей. Принцип, когда масса одинаковых товаропроизводителей выносит одинаковый массовидный продукт на рынок, они конкурируют друг с другом, они ни от кого не зависят, они никому не подчиняются, они никем не управляют. Такая ситуация уходит в прошлое, но не ушла. Рынок, еще раз подчеркну, по-прежнему царит, но изменился. Крупные корпорации, более того, являют собой не атомизированных производителей, а сети. Сети, которые манипулируют всеми остальными акторами на рынке. Ну, своего рода паук, который плетет паутину, в которую попадаются все остальные участники рыночного процесса. Эти сети, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом, и по отношению друг к другу они являются обособленными товаропроизводителями. В этом смысле Маркс по-прежнему остается актуален. Вот это принципиально важный момент. Второй момент, связанный с характеристикой товаров капитали. Маркс совершенно справедливо писал, что в условиях классического капитализма, эпохи индустриального материального производства, товар есть вещь, предназначенная для обмена. Слово «вещь» в данном случае может пониматься двояко. Как философская категория, мы можем говорить об овеществлении, точнее об овеществлении от слова «вещь», овеществлении общественных отношений людей. Люди могут взаимодействовать друг с другом только посредством вечных предметных форм. Но слово «вещь» может пониматься и понималось в XIX веке буквально. Как вещь. Стул, стол, булка хлеба, станок, мешок угля, что-либо материальное, вещественное, произведенное в материальном производстве. Современный капитализм создает огромное количество других товаров. Ими становятся не только услуги, ими становятся симулякры, то есть некие знаки, которые не имеют за собой обозначаемого. И в этом смысле мы переходим в новое пространство, где продаются и покупаются не вещи, как таковые, а знаки вещей, причем знаки, которые в значительной мере ничего не обозначают, кроме самих себя. О симулякрах я не раз читал лекции на YouTube-канале «Альтернативы». В лекционных курсах в МГУ были написаны на Мискалгановом статьи, и на русском, и на английском. Поэтому лишь укажу на один пример, который, думаю, вам запомнится, о котором я упоминал в лекции про товар в самом начале. Это пример сумочки, которая стоит 350 тысяч рублей. Дамская сумочка обычная – 350 тысяч рублей, если большая. А если маленькая – 450 тысяч рублей. Видимо, чем меньше, тем дороже. Ну, последняя шутка. В данном случае продается знак фирмы, а не сумочка. Сумочка даже очень хорошего качества может стоить, пусть не 3 тысячи рублей, а 30 тысяч рублей, если она супер-пупер какая качественная, но явно не 300. Вот 270 тысяч – это плата за знак. И в данном случае мы говорим о том, что сегодня действует товарная рыночная экономика, в которой создаются, продаются, покупаются, присваиваются знаки. Это не значит, что трудовая теория потребительной стоимости исчезла. Нет, здесь есть потребительная стоимость. В чем полезность этой сумочки-знака, точнее, знака сумочки? Вот этих фентиклюшки с надписью «бум-бум», которая стоит 270 тысяч рублей. Полезность в том, что она удовлетворяет фиктивную, точнее, симулятивную потребность. Возникает новая потребительная стоимость. Полезность вещи состоит в том, чтобы удовлетворять симулятивную потребность. А в чем же тогда стоит стоимость? Какой труд создает этот знак? Труд по созданию фиктивного, симулятивного блага. Труд по созданию симулятивной потребности и знак, удовлетворяющего эту симулятивную потребность. Труд пиарщиков, маркетологов, в частности, рекламщиков. Во всем многообразии его конкретных видов. Ну и, наконец, следует добавить, что современный рынок – это рынок, который стал тотальным. Он проник во все сферы общественной жизни и охватывает не только производство материальных благ, услуг и симулякров. Во сфере производства вещей и знаков он охватывает еще и пространство культуры, пространство образования, пространство науки, межличностных отношений и так далее. Извините, я забыл выключить телефон коллегам. Вот об этом, в частности, о пространстве рынка, о культуре как пространстве рынка, превращении культуры в рынок и рынка в квазикультурный феномен, когда произведение искусства становится как бы деньгами, квази-деньгами и многом другом. Читайте в работах Людмилы Алексеевны, Булавки Бузгалиной, в «Вопросы философии». Я думаю, будет републикацией в «Альтернативах» и ряд ее лекций на YouTube-канале «Альтернативы» также доступен. Итак, суммируем. Изменилось содержание товарного производства. Но оно осталось товарным производством и в той мере, в какой оно и осталось. Характеристики стоимости, потребительной стоимости, абстрактного конкретного труда, обособленности производителей и общественного разделения труда – все это остается актуальным. Идем дальше. Товар превращается в деньги. Напомню, деньги – это всеобщий эквивалент, который характеризуется своими функциями. Функции меры стоимости, функции средства обращения, где деньги могут быть заменены, золотые, серебряные деньги, могут быть заменены символом, бумажкой, бумажными деньгами во времена Маркса. Функции денег как таковых – это мировые деньги, средства платежа, сокровища. В обратном порядке я произнес все это, извините, пожалуйста. Давайте рассмотрим чуть подробнее, что происходит с деньгами. Прежде всего, деньги становятся продуктом капитала. Это произошло еще при Марксе, и Маркс показал в определенных разделах третьего тома, вот Андрей Иванович Колганов вам будет читать об этом лекции, что деньги становятся продуктом капитала. Показывает он это и в связи с движением, кругоборотом денежного капитала во втором томе. Поэтому в данном случае мы должны просто вслед за Марксом зафиксировать, что если в первом томе капитала деньги логически и исторически есть предшественник капитала, из денег выводится капитал, из противоречий денег выводится капитал, то затем деньги становятся продуктом капитала, воспроизводятся им, и во втором и третьем томах капитала они уже продукт капитала, и как таковые они есть денежный капитал, а не просто деньги. В современных условиях происходит новое превращение. Деньги становятся продуктом не просто капитала, а продуктом капитала, обретавшего статус монополистического капитала и, более того, финансового капитала. Если во времена Маркса этот процесс только зарождался, и то в конце его жизни был немножко частично подмечен Энгельсом, то в работах Ленина, в работах, на которые он опирался, Гоббсон, извините, все время оговариваюсь, Гильфердинг, параллельно в работах Розы Люксембург, Николая Бухарина, многих других авторов, было показано, что финансовый капитал господствует. На этом этапе, на этапе монополистического капитализма. Но если в эпоху Ленина и Розы Люксембург финансовый капитал был результатом сращивания банковского капитала и капитала промышленного, банковских и промышленных монополий, то сегодня процесс финансиализации, такого офинансивания всего и вся, привел к рождению нового качества финансового капитала. Сегодня финансовый капитал – это капитал, который господствует над капиталом реального сектора. О финансиализации лекцию я вам читать не буду. На эту тему она, кстати, тоже есть на YouTube-канале «Альтернативы». Во второй части учебника по классической политэкономии нашего есть характеристика этого процесса. В данном случае я просто должен зафиксировать, что деньги становятся продуктом финансового капитала. И не просто финансового капитала, но виртуального финансового капитала. Виртуальный финансовый капитал – это особое бытие денег уже не в виде золотой или серебряной монеты, и не в виде бумажного символа, бумажной формы денег, удостоверения, которые дает государство. Сегодня деньги – это нечто, живущее в интернет-пространстве, не имеющее прописки. Профессором Игониной был использован термин «капитал-странник». И в этом смысле обретающее много новых характеристик, в том числе дополняющих характеристику фиктивного капитала. Еще один тезис, который потом вы узнаете, когда будет разговор о третьем томе, или который, возможно, уже знаете, если читали третий том «капитал» или хотя бы учебник на эту тему. Вот это новые деньги. Эти деньги обретают власть над реальным сектором экономики, потому что это не просто деньги, я сейчас говорю, а это финансовый эффективный виртуальный капитал. Соответственно, напрямую использовать характеристики денег как меры стоимости и как средства обращения, тем более деньги как сокровища, для характеристики денег XXI века нельзя. Что нужно? Нужно выводить характеристику современных денег через многообразие посредников, осуществляет движение от абстрактного конкретного, еще более и более сложной и богатой категории. Надо показать, как деньги становятся капиталом, как капитал обретает вид фиктивного капитала, как фиктивный капитал становится финансовым капиталом. Тут нет прямой связи, одновременно процессы идут, параллельно во многом сращено. Как этот финансовый капитал обретает мощь и подчиняет себе реальный сектор экономики. Как от бумажных денег, от золотых осуществляется переход не просто к бумажным деньгам или банкноте, банковскому обязательству, но к виртуальным деньгам. Как формируются агрегаты М1, М2, М3. И только после этого мы поймем, что такое деньги. Деньги – это современный продукт всего позднего капитализма. Здесь метод капитала работает в полной мере и показывает поэтому, что те характеристики, глубинные сущностные характеристики, которые были даны в начале первого тома, к материалу действительности 21 века применимы, только как предельно абстрактное знание применимо к характеристике развитого, зрелого, я бы даже сказал, старого, целого. Примерно так же, как характеристика Пети Пионера применима к характеристику Петра Петровича, который стал пенсионером. Ну, давайте оставим в стороне образные характеристики. Далее мы зафиксировали, что деньги превращаются в капитал. Мы это зафиксировали через противоречие денег, показав, что Маркс не просто постулирует, вот были деньги, теперь давайте рассмотрим капитал. Мы рассматривали деньги, теперь давайте рассмотрим капитал. Нет, Маркс анализирует противоречие денег. Это противоречие в предельно понятном изложении звучит, как качественная безграничность и количественная ограниченность денег. Я, кстати, нарочито повторяю весь курс. Сегодня я постараюсь его в основных реперных точках воспроизвести. И это противоречие денег, еще раз подчеркну, качественно безграничное и количественно ограниченное, должно как-то разрешиться. Сейчас напомню для тех, кто, может быть, не очень внимательно работал над этой темой, что качественная безграничность денег предполагает, точнее, означает, что деньги могут все. В рамках рыночной системы, подчеркиваю, в рамках рыночной системы, за деньги можно купить все. Они как джин, который всемогущий может создать что угодно. Но деньги количественно ограничены, их всегда мало. Могут-то не все, но на 100 рублей вы не купите ничего, кроме батона хлеба и даже молока уже литр купить не сможете. Ну или, может быть, только что-нибудь, хоть не сказал полулитровку, но в российском языке сознание полулитровка ассоциируется с маленькой бутылкой молока. Денег всегда мало, они всегда ограничены. Как может быть разрешено противоречие качественной безграничности, количественной ограниченности денег? Мы строим теоретическую гипотезу. Только так, что денег будет все время становиться больше, больше и еще больше. Деньги будут превращаться в деньги с приростом. D будет превращаться в D плюс дельта D. Я использую обозначение из капитала. Как это может быть? И может ли это быть вообще? Маркс обращается к практике, как всегда, противоречие, теоретическая модель его разрешения, поиск на практике того, как может быть разрешено это противоречие. И находит, что в действительности капитал на поверхности предстает в форме движения денег, которые приносят деньги с приростом. На поверхности капитала есть самовозрастающая стоимость. Это движение, обмен денег на товар. Товары на деньги больше, чем первоначальная сумма. 100 долларов меняем на товар, который стоит 100 долларов, а потом в результате получаем обмен товара на 110 долларов в итоге. Вот это всеобщая формула капитала, ее фиксирует Маркс. Остается ли она сегодня актуальной? Да. В этом отношении Маркс оказался абсолютно прав. И до сих пор, и в 21 веке, любой агент рынка понимает, что рынок – это система, в данном случае это не рынок, а капитализм. Но он называет его рынком. Капиталистическая рыночная экономика – это система, в которой все предприниматели стремятся из 100 долларов сделать 110, из миллиона – 2, из миллиарда – 10 миллиардов и так далее. То есть общая формула капитала оказывается актуальной и сегодня. Это универсальный мотив, тишизм капитала. Это мотив, который заставляет вертеться любого предпринимателя, начиная от мелкого лавочника, зарабатывающего лишнюю тысячу рублей, и заканчивая миллиардером, олигархом, которому мало 10 или 100 миллиардов долларов, и которому надо обязательно их превратить в 11 или в 120. В этом смысле это теоретическое открытие Маркса, описывающее практику, знакомую каждому, является абсолютно актуальным и очень важным. Но тут есть еще один момент, принципиально значимый. Извините, коллеги, я тут милый просто, поэтому тут от нее привет. Ее звонок сейчас, она на него ответит в другом месте. Мы на минутку прервались. Так вот, значит, почему еще актуальна эта форма? Она актуальна прежде всего потому, ну не прежде, она актуальна потому, что в современной экономике появилось масса движений по форме, являющейся как раз движением капитала. Я говорю о человеческом капитале, социальном капитале. Есть еще и культурный капитал, природный капитал, что только сегодня не называют капиталом. То есть всякий раз, когда некий феномен в процессе своего движения в рыночной экономике превращается из стоимости в х долларов, стоимость х плюс дельта х долларов, осуществляется движение в соответствии с всеобщей формулой капитала. Человеческий капитал определяют, правда, как угодно. Те способности, которыми обладают люди, в общем, самое абстрактное определение, давайте их оставим в стороне, в том числе определение Нобелевского лауреата, который с этой категорией работал, даже ими его вспоминать не хочу. Ну, как определяет для себя человеческий капитал любой его собственник? Сегодня я стоил 100 тысяч долларов, завтра я буду стоить 120 тысяч долларов, вследствие того, что я получу образование. Или проведу какой-то тренинг. Или займусь саморазвитием. Или не знаю, что еще. То есть по форме это оказывается движением совпадающим с движением капитала как производственного отношения, но только по форме. Форма движения есть, содержание, отношение нормального труда и капитала нет. То же самое с социальным капиталом. Я задружусь на почве, я не знаю, того, что мы вместе учились на экономическом факультете МГУ, или на почве того, что мы оба происходим из деревни Гадюкино. Или еще на какой-нибудь почве с человеком, который успешно делает бизнес, и он мне поможет сделать мой бизнес, или он возьмет меня на работу, и тем самым я увеличу свой социальный капитал. Я не буду сейчас вдаваться в теорию человеческого социального капитала. Наша позиция, наша с Андреем Ивановичем позиция описана в ряде статей и в соответствующих разделах второго тома глобального капитала. Но что важно, что в 20-м и 21-м веках целый ряд феноменов, не являющихся по содержанию капиталистическими, не являющихся по содержанию отношением капитала частного собственника и наемного труда, имеют форму, которую предвосхитил Маркс, описав ее в первом томе «Капитал». И в этом смысле этот момент крайне актуален. Но он актуален еще и так, что Маркс показал, за всеобщей формулой капитала скрывается использовать неэксплуатация товара рабочая сила и присвоение прибывочной стоимости. Во многих современных формах этого нет. И в этом смысле мы должны показать, как развились формы, имеющие внешнее сходство с капиталистическим производственным отношением, но иные по содержанию. В этом смысле капитал Маркса адекватен, актуален, но требует своего развития. Это принципиально. Давайте посмотрим дальше. Производство прибавочной стоимости. Я не буду описывать сейчас специфику. Давайте коротко напомню, что капитал покупает не труд, а способность к труду. Эта способность к труду имеет стоимость и потребительную стоимость. Этот товар рабочая сила, способность к труду имеет стоимость и потребительную стоимость. Стоимость определяется стоимостью затрачен, стоимость товара рабочая сила определяется затратами абстрактного труда, необходимого для воспроизводства жизненных средств рабочего. Стоимостью жизненных средств, еды, питья, одежды, квартиры, содержания семьи и так далее. Потребительная стоимость товара рабочая сила состоит в способности создавать прибавочную стоимость. Это не забывайте про это. И поскольку рабочая сила покупается по стоимости, воспроизводству жизненных средств, а создает работник в процессе труда стоимость большую, то здесь и лежит тайна создания прибавочной стоимости и эксплуатации. Почему работник создает стоимость большую, чем стоимость его рабочая? Потому что он обладает способностью к прибавочному труду. Любой человек, человек вообще как родовое существо, характеризуется тем, что он обладает способностью создавать прибавочный продукт, осуществлять прибавочный труд. Я это напомнил просто для того, чтобы у вас сложилась целостная картина капитали, но сейчас я хочу подчеркнуть, в современных условиях многие из моментов теории, многие из слагаемых теорий прибавочной стоимости Маркса остаются актуальны даже в том виде, в каком они описаны в капитале. Прежде всего, Маркс описывает индустриальный капитализм. Я это говорил, еще раз подчеркну. Индустриальных рабочих, занятых преимущественно репродуктивным трудом. Типичный пример – рабочий на конвейере, станочник. Можно ли сказать, что современный рабочий класс исчез? Нашумевшая книга Андрея Горца «For a world to work in class» «До свидания, рабочий класс» была написана полвека назад. Он показал, что индустриальные рабочие в промышленности все более и более истончающийся социальный слой в странах Западной Европы и США. Это был вывод столь же правомерный, сколь и неточный. Поскольку, во-первых, индустриальный рабочий класс – это не только рабочий класс в промышленности. Водитель, грузчик и так далее, самые массовые профессии – это индустриальные работники. Во-вторых, что еще более важно, мир не ограничивается Западной Европой и США. Люди живут, как ни странно, в Индии, в Китае, в Турции, в России, в Африке, в Латинской Америке. А там индустриальный рабочий класс в конце 20-го, начале 21-го века стал бурно развиваться. И сейчас индустриальные рабочие по численности – это самый массовый слой рабочих, трудящихся, да и относительно его доля выросла. В 19-м веке индустриальные рабочие составляли большинство лишь в Англии, а в остальных странах мира, во всем остальном мире, они были меньшинством или вообще отсутствовали. А сейчас индустриальный рабочий класс – это массовый слой и в странах периферии, полупериферии, во многих странах периферии и полупериферии доминирующий. А это большая часть жителей, Китай – полтора миллиарда, Индия – полтора миллиарда, ну примерно. Добавляем еще миллионников, то есть страны, где сотни миллионов жителей – Бразилия, Россия и многие другие. Получаем соответствующий результат. В этом смысле все классические положения Маркса об абсолютной относительной прибывочной стоимости, подчинении труда капиталу, реальному формальному подчинению труда капиталу, об эксплуатации, об использовании женского и детского труда, о проблемах законодательного ограничения рабочего дня. Все это остается крайне то. Единственное, что я еще раз добавлю, Сосновской на Михаила Ваейкова, который подчеркнул Михаил Ильич Ваейков, профессор, то марксисты часто классовую борьбу понимают только как борьбу пролетариата против буржуазии. Но на самом деле есть еще борьба буржуазии против пролетариата, и эта борьба ведется, к сожалению, во многих случаях весьма успешно. Приведу примеры, которые для России крайне актуальны. Это производство абсолютной прибавочной стоимости за счет удлинения рабочего дня. Все, кто работал в частном бизнесе, знают, что хозяин все время стремится застать работать не 8 часов, а 10-12, выйти поработать в выходные, ну и так далее и тому подобное. В странах периферии это еще более распространенная практика. Мы все прекрасно знаем, как человека превращают в скотину, подчиненную машине, занятую рутинным трудом, отчуждающему от человека главные функции, целеполагания, творческого поиска, самостоятельного решения и так далее. Это все хорошо известные факты, которые не требуют комментариев, в правоте которых подтверждается каждый. И даже придя работать в офис, большинство выпускников университета вдруг с удивлением обнаруживают, что капитал командует трудом, и что хозяин всегда прав, и что если хозяин, то ты дурак. Так это правило остается и в 21 веке актуальным. Но оставим этот сюжет, поскольку он довольно очевиден, хотя о нем не принято говорить в среде продвинутых марксистов, в данном случае продвинутых в кавычках. И вернемся к теме изменений. Изменения произошли. Главные изменения, которые мы мельком обсуждали, это возникновение массового слоя работников, наемных работников, занятых творческой деятельностью. Это существенные изменения, ибо творческий труд обладает характеристиками, которые отличают его от труда наемного работника, занятого репродуктивным трудом, ну скажем, индустриального рабочего. Почему? Потому что творческий работник сам определяет цели производства. Собственник капитала может быть неплохим менеджером или финансистом, но вряд ли он разбирается в тонкостях нанотехнологий, современных биотехнологий, информационных технологий и многого другого. Как он может определить, что делать, как делать, из чего делать, в кооперации с кем делать? Это как раз предмет творческого труда. То есть многие функции труда не отчуждаемы от креативного работника. Возникает новое отношение капитала и наемного труда. Во-первых. Во-вторых, творческий труд обладает другими характеристиками. Для него нет границы свободного и рабочего времени. Нельзя купить способность к труду творческого работника, но не купить его личностные качества. Потому что, собственно, творит он именно как личность. Божественная душа. Есть то, что творит стихи, научные открытия, музыку, книги, технологии, что угодно. Поэтому проблема с наемным творческим трудом оказывается проблемой купить вдохновение. Знаете, пушкинское знаменитое. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. В данном случае, когда вы покупаете как наемного работника, как креативного работника, вы покупаете его вдохновение. Вы ему говорите, будешь делать то-то и не будешь делать то-то. Он хочет писать стихи, его говорят, ты будешь делать рекламную продукцию. И даже если ты напишешь, вы, извините, я повторю еще раз эти строчки, которые я люблю повторять. Может быть, их вы запомните. Пишет великий поэт, я помню чудное мгновение. Хозяин говорит, о, какие замечательные строчки, давай прерифмуем. Купите мыло вдохновение. И вот новый сорт Бырла выходит в продажу. И при этом даже автора стихов здесь никто не упоминает, потому что я помню чудное мгновение. Купите мыло вдохновение. Это реклама, мыло, шмайзер какого-нибудь. А отнюдь не Александра Сергеевича Пушкина, который начал это все писать. Тем самым возникает как бы новое крепостничество. Возникают новые отношения, в котором творческий работник создает, на самом деле, не прибавочную стоимость, а создает интеллектуальную ренту. И даже не он создает, а использование формы интеллектуальной частной собственности превращает всеобщее благо культурное, ну, скажем, открытие пенициллины или открытие лекарства от рака или что-нибудь еще, да, в патент, который продается затем на рынке. И часть интеллектуальной ренты выплачивается наемному работнику, который создал этот, так сказать, креативный продукт. То есть здесь довольно хитрая история, которую мы вот описали и глобальном капитале, и в серии статей, поэтому я просто покажу, точнее укажу на то, что это происходит. Еще один момент, который требует корректировки по сравнению с классическим тезисом Маркса о капитализме, как системе, где противостоят друг другу капиталы наемный труд. Соответственно, два класса. Класс наемных рабочих, пролетариат, и класс собственников капитала буржуазии. Это так? Так. Остается в основе этого противоречия реальном? Да, остается. Косвенным, я подчеркиваю, косвенным подтверждением этого является то, что концентрация богатства в руках немногих, и социальное неравенство растет, и об этом пишут даже буржуазные теоретики. Стиглиц, его коллеги, нашумевшая книга «Капитал в 21 веке» Пикетти и многие другие работы, не говоря уже о очень серьезных исследованиях. Оксфам и других общественных организаций, теоретиков, работающих в диалоге с Всемирным социальным форумом, профсоюзами. Почитайте книгу Дэвида Котца «Возникновение и крах неолиберального капитализма» и многие другие. Но одновременно происходит межклассовая и внутриклассовая диффузия. То есть для позднего капитализма характерны изменения. Почему? Потому что изменяются производственные отношения. Это касается не только креативных работников. Я определил поздний капитализм, опираясь на плечи своих учителей. Знаете, говорят, что карлик, став на плечи титанов, становится в чем-то их выше. Я не очень хочу считать себя карликом, но учителя наши – это точно титаны. И вот, став на их плечи, мы можем определить поздний капитализм как систему, в которой развиваются элементы социализма. Я об этом сказал в самом начале. Число таких элементов относится перераспределение части прибавочной стоимости и производных ренты и всего остального процента. Ну, давайте говорить о прибавочной стоимости. Перераспределение части прибавочной стоимости в пользу наемных рабочих. Как? Ну, например, через прогрессивный налог на доход и наследство. В результате возникает, скажем, социально гарантированная минимум, минимальная заработная плата, пособие по безработице, бесплатное образование, хотя бы среднее во многих странах, ну, не во многих, в некоторых странах социал-демократической моделью капитализма и высшее, хотя бы отчасти, да, отчасти бесплатное медицинское обслуживание и так далее. Все это перераспределение прибавочной стоимости в пользу наемных рабочих. Это не результат благотворительности капиталиста. Я об этом говорил в прошлой лекции в связи с всеобщим законом капиталистического накопления. Это результат борьбы рабочего класса. И в той мере, в какой это есть, рабочий класс, да, в классовой борьбе одержал определенные экономические победы. Вот, как сказал Андрей Иванович Колганов, экономические победы он одержал, но политические проигрыши тоже имеют место быть. Но это другая тема, хотя и очень важная. Сейчас вернемся к внутриклассовой и межклассовой диффузии. Вот в результате этих изменений возникает так называемый средний класс. Это именно так называемый средний класс, да, уходить в эту тему и дальше не будем. Возникает люпин-пролетариат как массовый слой, даже новый массовый слой, прекориат. То есть лица, которые не имеют стабильной занятости, их труд не является коллективным. Читаете, Жанна Терентьевича Точенко, в его книгах и статьях прекрасно обобщены характеристики этого социального слоя. Происходит внутриклассовая диффузия и класса буржуазии. Потому что одно дело мелкий буржуа, использующий труд двух, трех, десяти наемных рабочих. И совсем другое финансовый, собственник финансового капитала, олигарх, как говорят на русском языке. Это очень различные социальные слои одного класса буржуазии. Межклассовая диффузия, в частности, так называемые фрилансеры, которые одной ногой являются собственниками капитала, пусть только человеческого. Другой ногой фактически наемными работниками, которые как бы работают по контракту, но на самом деле подчинены капиталу, который этот контракт держит в своих руках и навязывает условия этому самому фрилансеру, который на самом деле совсем не фри. То есть несвободный. Вот это очень важный момент, который я специально хотел подчеркнуть в связи с характеристикой отношения наемного труда и капитала. Точно так же видоизменяются все остальные параметры, которые мы характеризовали в связи с отношениями воспроизводства. Эту тему я хотел бы подчеркнуть специально, остановившись на проблеме научно-технического прогресса. Я не раз говорил в своих лекциях, что капитал, с одной стороны, стимулирует технический прогресс, обуславливает рост производительности труда, иначе невозможно получить прибавочную стоимость, относительную прибавочную стоимость, непосредственно избыточную прибавочную стоимость. Вспомните эти категории, я уже не буду их повторять. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – капитал использует технический прогресс только тогда, когда он приносит прибавочную стоимость. Если новшество освобождает человека от тяжелого труда, если новшество позволяет сделать производство экологически чистым, если новшество увеличивает объем свободного времени в обществе, и так далее и тому подобное, создает более творческую атмосферу, капиталу это не нужно. Он этого делать не будет. В современных условиях он иногда это делает, потому что кроме капитала, современное общество – это противостоящий капиталу силы. Это профсоюзы, это левые партии, это экологические движения, это местное самоуправление. Это много чего борющегося против капитала его власти. В этом смысле современное общество – это не только власть капитала, хотя она по-прежнему доминирует. Но еще раз говорю, она доминирует, но не абсолютно. Это не только власть капитала. Это поздний капитализм. В нем есть элементы социализма. Да, впрочем, и в классическом капитализме была борьба рабочих за свои права. Так вот, научно-технический прогресс, так как его детерминирует капитал, главная сила – это прогресс, который нужен только тогда, когда он приносит прибавочную стоимость. Ну, или ее производность. Более того, технический прогресс нужен только тогда, когда он решает задачи капиталистического производства, как производства рыночного, как рыночной системы, как системы, производящей товары на продажу, как системы, увеличивающей стоимостные результаты, как системы, увеличивающей производство товаров. То есть, чуть перекидывая мостик к сегодняшнему дню, как общество потребления, увеличивающее все больше и больше производство потребительских благ, как товаров. Я подчеркиваю, не благ, которые бесплатно раздаются, бесплатно получаются и так далее, а благ как товаров. Все на продажу, и при этом всего должно быть как можно больше, и продаваться как можно больше, и как можно дороже. Вот такой технический прогресс нужен. Технический прогресс, который увеличивает объем продаж вещей, как товаров, которые интенсифицируют, точнее, продуцируют экстенсивно, интенсивно и вшире, вглубь общество потребления, производство вещей и других товарных форм. Соответственно, мы получаем такой технический прогресс. То, что люди будут заниматься творческим трудом, а репродуктивный труд будет осуществляться машинами, роботами. Вообще говоря, этот вывод был сделан сначала Марксом в 19 веке, а потом его сочли к самым ближайшим будущим ученые, футурологи и фантасты в 60-е годы 20 века. Более 50 лет тому назад, я не знаю, вот мое поколение хорошо знало книжку «Я робот» Айзека Азимова. Это книжка, которая была написана о тех проблемах, которые сейчас открывают как абсолютно новые в связи с развитием искусственного интеллекта. Книжка написана то ли в конце 50-х, то ли в самом начале 60-х годов. Стала массовым робототехникам, станки с числовым программным управлением и заводы-автоматы существовали, я еще раз подчеркну, во второй половине 20 века. Их доля растет, но растет очень медленно и только в наиболее развитых странах. В России их доля меньше, чем была в Советском Союзе по отношению к 10 тысячам работников. В странах периферии об этом вообще никакой речи нет. Хотя технологически это уже давно возможно. Но эту технологию капитал не развивает. Использовать дешевый труд рабочего по-прежнему более выгодно в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, чем автоматизированные производственные системы. Лишь кое-где они заменили рабочих. Но я готов дальше развивать эту тему. Я ее очень люблю. Люблю рассказать про то, что автомобили в основном остались теми же, что в 20 веке, про то, что самолеты летают с такой же скоростью, как во второй половине 20 века, и даже танки 55-го года издания продолжают воевать на фронтах в современных военных столкновениях. Я ищу какие-то корректные формулировки. Это свидетельство сильного торможения технического прогресса капиталом. Потому что в условиях, когда исчезло соревнование двух мировых социалистических систем, технический прогресс шел только там, где он приносил выгоды. В основном в производстве симуляторов. Компьютерных игр, девайсов и всего остального. И там, где он был выгоден финансовому капиталу. Суперкомпьютеры, системы электронных коммуникаций. Финансовый капитал не может жить без того, чтобы миллиарды долларов кочевали с одной точки земного шара в другую за считанные доли секунды со скоростью света. Ему это очень необходимо. А вот чтобы люди летали со скоростью, я не знаю, 10 тысяч километров в час, как это предполагалось в 60-е годы, ему это не нужно. Вот и все. Хотя, в принципе, гиперзвуковые самолеты проектировались в 60-е годы. И научно-фантастический фильм, посвященный их испытанию. «Барьер неизвестности». Посмотрите, очень хороший фильм. Его Людмила Вилавка всячески рекомендует. Фильм начала 60-х годов об испытании гиперзвукового самолета. Ну ладно, я чуть увлекся, извините, ушел в сторону. Значит, вот в связи с воспроизводством я хотел подчеркнуть, что закономерности, описанные капиталом, Марксом в «Капитале», в связи с характеристикой капиталистического использования машин, они остаются абсолютно актуальны для сегодняшнего времени. Равно как и прогноз, правда, не в «Капитале», сделанный, а в экономических рукописях подготовительных «Капитал», о том, что будущее общество – это автоматически действующая система машин, и что будущее принадлежит всеобщему труду, в частности, труду ученого, творческому труду. Этот прогноз, точнее не прогноз, а этот вывод, теоретически обоснованный вывод Маркса, был сделан в середине XIX века, его обоснование, рост органического строения капитала, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Много можно дальше говорить об актуальности и коррекции выводов в связи с теорией прибыли и средней прибыли, торгового капитала, банковского капитала, акционерного капитала, обществ кооперативных фабрик рабочих и всего остального, что описано в третьем томе капитала, о важности исследования различных издержек обращения, кругоборота капитала, а также соотношение подразделений, общественного производства, производства средств, производства предметов потребления, сделанных во втором томе капитала. Но это у нас будет впереди. Сейчас давайте поставим многоточие. Мы час проработали. Я думаю, сейчас как раз самое время для ваших вопросов, коллеги. Ну и я, честно говоря, подустал. У меня сегодня это далеко не первая лекция. Пожалуйста. Можно? Слушаю вас. Да, Роман. Здравствуйте, Александр Владимирович. Роман, извините, у меня в компьютере был выключен звук, чтобы тут ничего не фонило. Я сейчас включу, чтобы услышать. Одну минутку. Да, пожалуйста. Сейчас слышно меня? Да. Да, ну, во-первых, спасибо большое за лекцию. Вот, довольно интересная тема. Вот у меня два вопроса таких родилось. Я вот просто, ну, по ходу прослушивания некоторые уточнения. Вот вы поднимали вопрос того, что сегодня пролетариат стал более широким классом. Я совершенно с этим согласен. Индустриальный, индустриальный, да, я уточню. Я говорил вообще о любом наемном труде. Сейчас я подчеркну, что сейчас пролетариат стал более широким классом. И, конечно, в него включать исключительно фабрично-заводской рабочий класс нельзя. То есть он шире. Действительно, я с вами согласен. И работники умственного труда, там, и интеллигенция туда. Ну, часть, во всяком случае, не вся, но часть вошла туда. Но в связи с этим все равно возникает вопрос о том, какой отряд, я бы так вот сформулировал, какой отряд современного пролетариата в широком смысле наиболее революционен. Вот на ваш взгляд, это все-таки стандартный фабрично-заводской рабочий класс? Ну, сюда бы я еще добавил транспортных рабочих. Их почему-то иногда обходят. Я бы сюда приплюсовал. Или это вот эти наемные работники творческого труда, вот, с вашей точки зрения? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот вы говорили про элементы социализма сегодня. Правильно ли говорить именно об элементах социализма как способа производства? Может быть, все-таки корректнее о предпосылках? Потому что ведь эти элементы, они, ну, и вот вы тоже это в лекции показали, на примере технического прогресса, все равно в конечном счете не подрывают капитализм как способ производства. То есть они все равно в него вписываются, поглощаются им. Ну, в отличие, скажем, от того, как капитализм в свое время развивался в недрах феодализма, его подрывал. Ну, два таких вопроса у меня. Ну, давайте начнем с конца. Значит, в советской политической экономии, в теории научного коммунизма, было принято говорить, что в отличие от капитализма, который рождается в недрах феодализма, социализм рождается не в недрах капитализма, а сразу в результате социалистической революции. Ну, не сразу в готовом виде, но, как сказать, вот внутри капитализма он не рождается. Я в данном случае стою на другой точке зрения, что и в том, и в другом случае существует зарождение элементов нового общества внутри старого и сохранение старого общества внутри нового. То есть вот взаимная диффузия. Качественный рубеж существует. Я не раз приводил пример, пример таяния льда. Вот переход качественный из твердого тела превращается в жидкость. Но этот переход может осуществляться медленно или быстро. Скажем, может быть радикальная ломка, может быть медленная эволюция. Но качественный переход всегда есть. То есть революция есть всегда. Но может быть медленный процесс, вот как лесное озеро. Лед с лужами, больше луж, больше луж, еще больше луж. Потом заморозки, меньше луж. Опять потепление, больше луж, больше луж. Однажды утром приходишь, глядь, уже не лужи во льду, а льдины в воде. Качественный переход совершился. Мне кажется, то же самое происходит с переходом. То есть такой уже процесс примерно по аналогии происходит с рождением коммунистического на самом деле общества. Сначала внутри капиталистического общества возникают элементы коммунистического общества. Но это переходные отношения. Это, условно говоря, подтаявший, мокрый, крошащийся, неустойчивый лед, а не чистая водичка. Вот в данном случае бесплатное распределение внутри капиталистического общества благ, связанных с медициной, образованием и так далее. Частичное перераспределение прибавочной стоимости, государственное регулирование, общественный сектор. Да, они есть ростки социализма, но в то же время они подчинены буржуазному государству, даже там, где распределение бесплатно. Работают на общество потребления и так далее. Точно так же, как потом возникает социализм, возникает план. Но в этом плане сидят деньги. Этот план сопряжен с конкуренцией предприятий, особенно в переходный период. Общественная собственность пронизана отношениями найма рабочих. Распределение по труду во многом реально осуществляется на основе рыночных принципов. Поскольку тарифно-кликационный справочник привязан к зарплатам, цены во многом ориентированы на мировые. Ну и так далее. Такая вот диффузия. Но качественный скачок есть. И он, в частности, фиксируется политической революцией, переходом власти от одного класса к другому. Изменением направления развития. Вот. Это позиция, которую я довольно длительно аргументирую. Она не подрывает идеи революции, она просто по-другому ставит их в определенные рамки. Ну и, с одной стороны, предпосылок для революции, там, где элементов социализма больше, то есть в стране с социал-демократическим моделью капитализма легче переходить к социализму. Там очень мало надо менять поначалу. Политическую власть поменял, направление поменял, не остановился на том, что половину прибавочной стоимости изымают через прогрессивный подоходный налог, а стал изымать практически все, сохраняя элементы буржуазии где-то там. Но, с другой стороны, сытость, подачки и прочее создают затруднения для политической революции. То есть вот такая диалектика. А там, где противоречия более жесткие, скажем, в Латинской Америке, там очень трудно создавать ростки социализма. Венесуэла, Куба, Боливия показывают это со страшной силой. Рад бы в рай до грехи не пускают. Культура, производительные силы, все остальное, уровень производительности труда слабый. Рад бы сказать американцам, да идите вы куда подальше. Технологии у них, рынки у них. Понимаете, если бы Боливия могла производить уникальные технологические системы, необходимые для процессоров изделия, программное обеспечение на порядок лучше, чем в США, никаких проблем бы не было для победы социализма. За ними бы бегали мировые империалисты. Ну, только вооруженной силой можно было бы взять, да и то трудно. Потому что у них бы было гиперзвуковое оружие раньше, чем у американцев. И не просто гиперзвуковое, а какое-нибудь суперточное, лично в Трампа попадающее. Ну, я шучу в данном случае. Не надо буквально использовать. Вот. Это второй вопрос. Первый вопрос, я на него затрудняюсь ответить честно, он должен сказать роман. Потому что, с одной стороны, предпосылки для содержательного, реально свободного труда у творческих работников больше. И более того, скажу, максимальные предпосылки для перехода к коммунистическому труду даже не у наемных рабочих на частных предприятиях, не у наемных креативных рабочих частных предприятий, а у слоя, который я назвал социалиатом. Это работники в общественном государственном секторе. Они получают деньги от общества, из бюджета. Ну, в частности, ренту от общественной собственности на природный ресурс. Они... Вот у меня батареи. Извините. Да, вот вроде заработало. Значит, они получают деньги от общества. Они работают в общественном секторе. Они создают бесплатно распределяемые блага. Ну, скажем, в университете, вот я читаю лекции, которые распространяются всем и каждому, да? И так далее. Но при этом есть один очень существенный нюансик, очень важный. Они подчинены буржуазно-бюрократическому государству. И как таковые они не свободны. Вот в этом смысле, с одной стороны, когда вы проводите опрос, должно ли быть у нас социалистическое общество, бесплатное образование, общественный сектор, здравоохранение, справедливость и прочее. Учителя, врачи, социальные работники. И все говорят, да. Это массовая база наша, сто процентов. С другой стороны, как только им приказывает какой-то мелкий начальник проголосовать за ядро, они тут же все голосуют. Понимаете, вот это реально политическое проявление вот этой двойственности. Так что наемный пролетариат, он ориентирован на решение задач формального освобождения труда, но в нем сидит, во-первых, экономизм. То есть наемный рабочий, он двойственен. Он, с одной стороны, заинтересован в том, чтобы солидарно освобождаться от эксплуатации, как коллективный работник, как член коллектива. А с другой стороны, он, как частный собственник своей рабочей силы, заинтересован в максимизации своей зарплаты. То есть продажи своего товара как можно дороже. И конкретно перед рабочим стоит выбор. Что сделать? Создать профсоюз в городе Урюпинске на единственном заводе с угрозой, что тебя изобьют и посадят в тюрьму. Или уехать в Москву, где ты будешь получать в два раза больше за ту же самую работу. В стибре где-нибудь денежки на то, чтобы первоначальный внос нести за квартиру. Вот это реальная проблема. Поэтому ответ для меня открыт. Точнее, вопрос открыт. Ответ не могу дать определенный. Вот такая двойственность. Извините, я увлекся, просто тема очень важная. Да, пожалуйста, еще вопрос. Мы можем потом популяризировать, как специально, Руслан, ладно? Потом можно будет пару слов сказать буквально в плане реплики после вопросов уже? Ну, давайте, да. Да, пожалуйста, Владимир. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Судя по информации из лекции, пришел к очевидному выводу, что Китайская Народная Республика является одним из ярких примеров, в котором можно, грубо говоря, описывать пример проявления позднего капитализма, как мы сегодня вывели это понятие. Соответственно, логичный вопрос, согласны ли вы с моим данным утверждением, что можно через Китайскую Народную Республику объяснять многие процессы. И второй логичный вопрос, который я не могу вас не спросить. В последнее время распространяется заблуждение о том, что Китайская Народная Республика является в прямом смысле слова социалистическим государством. Соответственно, как можно тезисно, вокруг чего, строить рассуждение, опровержение о том, что Китайская Народная Республика не является социалистическим государством? Спасибо. Ну, вы знаете, я боюсь, что вас разочарую. Я не могу однозначно отнести Китай к капиталистической или социалистической системе. Мне кажется, это довольно неустойчивое, противоречивое образование, которое устойчиво и успешно развивается. Вот знаете, отчасти для современной эпохи, когда все стоит на грани капитализма и социализма, вот такая балансирующая система оказалась неожиданно жизнеспособной. Для меня это в некотором смысле опровержение моих теоретических выводов, но не только моих. Впрочем, идея о том, что конвергентная система сейчас наиболее адекватна для современного состояния, она очень популярна. В том числе очень любят Китай в этой связи. Что в Китае от социализма? Ну, во-первых, всегда спор, что такое социализм, но от царства свободы, скажем. Там есть многие элементы царства свободы, во-первых, в исторической традиции. Китай очень сильны исторические традиции борьбы за социализм, за освобождение, еще идущие от 40-х годов, революции 49-го года, и даже развивавшиеся внутри маистского Китая. Они сохранились в культуре, в традициях населения, в поведении, в значительной доле коллективизма. Я просто в Китае много был, понимаете, вот они отдыхают вместе. Они ориентированы на какую-то весьма специфическую, полупатриархальную, но полусоциалистическую солидарность. У них там телевизор наполнен фильмами черно-белыми о подвигах во время революции. Их смотрят, и они действительно здорово сделаны, честно говоря. Понимаете, напоминают советские фильмы, революционные, героические. Коммунистическая партия – это не только формальная идеологическая и политическая надстройка над капитализмом. Она проводит определенную политику, решающую задачи развития общества в целом. И не допуская сильного перекоса в сторону власти буржуазии. То есть, части экономико-политической власти там принадлежит бюрократии, отчасти представляющей интересы трудящихся. Вот как в СССР номенклатура, да, была оторвана от трудящихся, но она в значительной степени реализовывала общенародный интерес. Плохими бюрократическими методами и так далее, но общенародный интерес. И опираясь на энтузиазм снизу, который, кстати, возникал не на пустом месте, а потому что бюрократия реализовывала общенародный интерес. Вот, тоже есть в Китае. Есть это в культуре, в развитии марксизма, который там преподается везде и так далее. Как ни странно, вот в экономике там меньше социализма, чем вот в этих надстроечных феноменах. В этом смысле это очень интересная система, которую надо знать изнутри, потому что там очень многие отношения совершенно по-другому устроены. Ну и мне кажется, к Китаю применима идея вот этого, которой я ношусь и развиваю, мутантного социализма, которая показывает, что очень странные вариации возникают в переходный период. То есть дорога идет к социализму, то есть существует много дорог, большинство из них кривых, многие из них ведут в тупик, по дороге тебя изуродуют, может быть вообще уничтожат, а может быть ты из уродства потом превратишься в реального какого-то нового человека, а где-то ты будешь идти по прямой, но такой кровью, такой ценой, что придешь, да, человеком, да, красивым, да, умным, но израненным до посинения, понимаете? Вот если использовать этот образ. А где-то ты пойдешь в урода превратишься, неизвестно, потом вылечишься или нет, какой-нибудь заразой, буржуазной, или феодальной заразишься, или патриархальной. Вот, кстати, интересный образ возник сейчас, как раз, может быть, да, знаете, как налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь, вот примерно вот так. Извините, вот интересные какие-то аналогии возникнут в связи с этим размышлением. Так, еще вопросы, друзья? А то я хочу поужинать. Ваша реплика, да, но если я с собой последнее слово, вы не обидитесь, ладно? Да нет, безусловно, во-первых, спасибо еще раз за лекцию, интересные вещи вы поднимаете. Я думаю, как-нибудь можно будет организовать давно, что-то мы с вами совместных дискуссий не проводили уже. Да, давайте. Да, я думаю, было бы интересно, как в былые времена. Да, хотел бы вот на что просто обратить внимание, вот к вопросу о том, что вы говорили об элементах социализма. Вот бесплатная медицина, да, вот прогрессивный налог. На эту тему тоже много говорят, но мне кажется, важно очень помнить, что вот эти бесплатные вещи, которые там в странах Скандинавии в том числе, да, вот в таких странах социального капитализма, условно говоря, они во многом, их природа, в отличие, скажем, от Советского Союза, да, где это действительно был результат перераспределения общественного труда, и как бы вот вместо прибавочной стоимости это возвращалось все трудящимся. Здесь идет как раз перераспределение прибавочной стоимости, которая выкачивается из стран периферии во многом. То есть природа вот этих социальных гарантий, она не социалистическая. И мне кажется, это важно иметь в виду, потому что для того, чтобы где-то была Норвегия, в другом месте должна быть Нигерия, условно говоря. Вот мне кажется, это важно, когда мы… Парни, я на секунду перебью, просто вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда в Венесуэле, в Боливии, в Гондурасе создают бесплатную медицину за счет прогрессивного налога на буржуазию, там буржуазию не уничтожали в Венесуэле, там был массовый частный капитал, но с прогрессивным подоходным налогом. Прогрессивные меры – это, безусловно, прогрессивные. О, Гондурас или Венесуэла, они выкачивают из кого-то деньги на то, чтобы сделать бесплатную медицину? Нет, Гондурас, Венесуэла. Или они выкачивают деньги из своей буржуазии, и это и есть элементы социализма. Это, я бы сказал, предпосылка. Все-таки социализм как способ производства, но предпосылка прогрессивная, безусловно, в этом есть. Просто вопрос, что мы считаем вот именно… Давайте различим предпосылку и элементы, тогда будем спорить. Предпосылка, на мой взгляд, предпосылка, она не отрицает господствующего капитализма, в то время как элемент, он уже подрывает сам способ производства. То есть капитализм, он изнутри подрывал феодализм. А эта предпосылка, она как бы, ну, в общем и целом капитализм не подрывает. Она его… Да, это прогрессивный метод. С точки зрения… Ну, давайте чуть-чуть полемику, извините. С точки зрения капиталистов, неолиберальные идеологии, правых партий – это такие сволочи, которые хотят прогрессивную медицину. Они так подрывают капитализм, они их так ненавидят. Они так не хотят платить прогрессивный налог, что готовы идти иногда вот на погромы, как во Франции. Да, я же не говорю, это прогрессивная мера, но, к сожалению, как бы она не подрывает именно саму бытие. То есть ее недостаточно, чтобы подорвать бытие самого капитала. Давайте оставим за вами последнее слово. А потом по поводу вот рабочего класса и вот работников культуры, ну, я имею в виду разных отрядов пролетариата. Вот специально я смотрел на эту тему. Ну, во-первых, я согласен с вашей характеристикой работников культуры. Я бы тут еще добавил, помимо того, что многие из них работают на государство, еще труд индивидуальный. Вот это важный момент. Все-таки на заводе… Я не про культуру говорил. Я говорил про культуру, школу, профессоров. Да, ну, работники умственного труда. Я в данном случае в широком смысле слова работники культуры. Работники умственного труда. Труд индивидуален. То есть, условно говоря, я лекцию читаю, я в первую очередь опираюсь на свои знания, на свои навыки и умения. А на заводе там сам труд более коллективистский. И даже может наемный преподаватель тоже быть пролетарием, в смысле, что он лишен средств производства. Но вот этот индивидуализм в нем сидит в силу условий его труда сильнее. И я просто на эту тему добавить. Я специально смотрел статистику, ну, которая может в каком-то смысле степень передовитости вот того или иного отряда пролетариата отображать, статистику трудовых конфликтов. И вот интересный факт. Больше всего в этой статистике работники, значит, транспорт, добывающие, обрабатывающие промышленность и медики. То есть, я к тому, что когда у нас говорят, что рабочего класса нет, рабочий класс пассивен, мне кажется, проблема России в том, что у нас общество в целом пассивно. Но даже из этого пассивного общества наиболее активно борется все равно вот тот самый рабочий класс заводской плюс транспорт. Вот работники образования там далеко не на первом месте, к сожалению. Ну, а по поводу Китая, вот один маленький момент. Вот мне кажется, в чем тут ключевая вещь? То, что там действительно усиливаются миллиардеры, там уже в ЦК партии и во власти, в отличие, скажем, от нашего НЭПа. И внешняя политика достаточно империалистическая у Китая. Поэтому в Китае, конечно, предпосылки какие-то социализма есть, но мне кажется, в контексте особенно и нынешней эпохи все-таки это империалистическая страна под красным флагом. И вот недавно был материал интересный у Константина Семина в виде длинного ролика и на сайте Компартии Греции хорошие очень аналитические статьи, прям вот с цифрами подробно, где все разобрано. Но я просто рекомендую их к прочтению. Роман, спасибо, нам пора заканчивать. Давайте за вами тогда оставим последнее слово, я его не буду уже комментировать вас. Спасибо за дополнение. Действительно, продолжим потом как-то с вами дискуссию. Если я не ошибаюсь, вот у нас сегодня присутствовал, правда, незримо Василий Стакудис. Это профессор, наш греческий коллега. Если вы действительно были с нами, я вам искренне рад и благодарен, что вы посетили нашу лекцию. Ну и, как всегда, у нас достаточно много просмотров. В целом, наши лекции охватывают сотни и тысячи людей. Так что, друзья, спасибо, что вы с нами. Мы работаем вместе. И через неделю лекцию будет... Вот, Василий, приветствуем. Очень рад вас видеть. Это наш коллега по Московскому университету и по многим нашим семинарам. Вот видите, у нас уже международный коллектив. Благодарю вас, что вы подсоединились к нам. До встречи. Вы, кстати, получили приглашение на политэкономический конгресс. Должны были получить, Василий. У вас микрофон выключен. Я получил. Спасибо. И сегодня я отвечу. Прекрасно. Будем очень ждать. Спасибо. Кстати, для всех, коллеги, 7-го, 8-го, 9-го июня Московский академический экономический форум и политэкономический конгресс внутри него, 8-го, 9-го. Так что и молодые, и старые, и средненькие, и всякие разные, подключайтесь. Сроки регистрации уже все прошли, но по блату, если вы напишите Бузгалину, я помогу вам включиться. Нужна тема «Кто вы?», ну и желательно краткая аннотация. Тема конгресса довольно четко определена. Роль политэкономии, по сути, марксистской политэкономии в образовании и исследованиях современного мира. То есть нет вопроса, именно каков потенциал марксизма, политической экономии для решения проблем современного мира и развития экономического образования. Мы решили на этом сосредоточиться. Все, всем большое спасибо. Через неделю лекцию читает Колганов, третий том «Капиталом». Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...